Печальные новости из РКБ. Умер четвертый пострадавший при пожаре на Нижнекамскнефтехиме. Опасные игры. Травматологи фиксируют сезон увеличения детского травматизма. Изменились правила медицинского страхования. Как нас будут лечить теперь? Отличились умом на российском уровне. В городе чествовали победителей Олимпиады. С душой и трепетом ученики 2-й гимназии подарили подарки особенным детям. Без шансов. Нефтехимик на своем поле обыграл КАМАЗ. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Начнем выпуск с печальных известий. В Казани в РКБ скончался четвертый пострадавший при пожаре на Нижнекамскнефтехим. 55-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Напомню, взрыв произошел 19 апреля на заводе из Апрена Мономера. Всего пострадали 17 человек. Альбина Валиева поговорила с родственниками погибшего и врачами. На фотографиях любимый муж и счастливый папа Сергею Торошину было 55 лет. Сегодня он ушел из жизни. Мужчина – один из пострадавших во время пожара на Нижнекамскнефтехиме. С момента трагедии рабочий находился в состоянии искусственной комы. Смерть близкого человека стала ударом для его родных. Все очень надеялись до последнего. Верили в хорошее. Поэтому вот вчера, когда узнали, конечно же, мы были вообще очень в шоке все. Замечательный, очень хороший был. Сергей Торошин, четвертый погибший после ЧП. Накануне скончался Ренат Валитов. Лучшие врачи республики до последнего боролись за их жизнь. В связи с этим Нижнекамскнефтехим выражает слова соболезнования. Администрация и профсоюзный комитет Нижнекамскнефтехим выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами. Пострадавшим и семьям погибших руководство предприятия уже оказало финансовую помощь. Сумма зависела от тяжести нанесения вреда здоровью. От 250 тысяч рублей до миллиона. Напомню, пожар на заводе из-за преномономера произошел 19 апреля. Пострадали 17 человек. Все они были доставлены в лучшие больницы Татарстана. Сейчас в республиканской клинической больнице остаются еще три человека. Их состояние стабильное. У двоих средняя степень тяжести. У одного удовлетворительного, который самостоятельно передвигается. Два пациента пока требуют постороннего ухода. Тем временем специальная комиссия продолжает расследование уголовного дела. Уже задержаны трое человек. Двое из них находятся под домашним арестом. Еще один подозреваемый помещен под стражу. Одна из причин пожара – совмещение огневых и газоопасных работ. Такую версию выдвигает управление Ростехнадзора. Похороны Сергея Торошина пройдут завтра. У него остались три дочки. Младшей всего 15 лет. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Почти 500 детей обратились за помощью к врачам травмпункта. И это статистика только прошлой недели. Сезонной проблемой становится детский травматизм. Велосипеды, ролики, турники, игровые площадки. Сейчас получить растяжение или перелом очень легко. Мой коллега Вадим Струминский поговорил с теми, для кого прогулка закончилась больничной койкой. И узнал, можно ли было избежать травм. Я гулял с ребятами и хотел перепрыгнуть. Не получилось? Не получилось. Каникулы 9-летнего Димы начались в больнице. Неудачный прыжок с одной постройки на другую. И в результате перелом обеих рук. 7-летняя Яна тоже хотела погулять с подружками. Собиралась выходить из дома и... Я наткнулась на иголку. Иголка сломалась. Половину мы нашли. И острый конец попал в ногу. Бытовые травмы, ДТП. За помощью к врачам травмпункта обратились почти 500 детей. Такова статистика минувшей недели. Чаще всего дети получают их здесь, на игровых площадках. Слишком быстро скатываются с горок или руки соскальзывают с турника. Отсюда легкие ушибы, синяки и ссадины. Прогулка заканчивается походом к врачу. Наплыв юных пациентов медики называют сезонным. Цифры внушительные. Например, 34 перелома за 7 дней. Врачи делают прогноз. В ближайшее время меньше пациентов не станет. Скорее всего, скажем так, будет продолжаться подъем травматизма. Потому что летнее время – это всегда, в общем-то, горячая пора для травматологов. В том числе травматологов детских. В первую очередь, я бы даже сказал. Потому что дети, скажем так, они не ходят в школу уже в это время. Они находятся чаще всего на улице. Чтобы снизить количество травмированных детей, особую бдительность стоит проявить родителям. Дома обращать внимание на открытые окна и острые предметы. Во время прогулок следить за безопасностью ребенка. И отправляя его кататься на велосипедах или скейтах, не забыть надеть средства защиты. Вадим Струминский, Фахри Исламов, Новости НТР. Серьезные травмы получают и взрослые. В городской больнице лежит мужчина, которого сбила машина. Он находится в коме. Наезд произошел, когда пострадавший переходил дорогу там, где нет пешеходного перехода. Этот участок находится в районе НКЦ. И пешеходы там часто, сознательно нарушают правила. Ведь другого выхода у них нет. Скорость от 60 и выше. Дорога хорошая, прямая, нет никаких препятствий. Водители едут уверенно. Пешеходы, переходя дорогу, рискуют жизнью. Ну что-то в рынке, на тот рынок идут. А как еще, скажите, идти до автовокзала, там переходить? Больше тут нет нигде. Здесь же всегда люди ходят. Уже сколько лет ездим в НКЦ. Всегда же обязательно пешеходный переход нужен. Кто-то идет с рынка на НКЦ, кто-то с остановки бежит на автовокзал. На этом участке нет ни одной зебры. Люди вынуждены перебегать дорогу на свой страх. Но иногда фортуна отворачивается. На днях здесь под колеса авто попал мужчина. Сейчас он в коме. Состояние на данный момент у него тяжелое состояние. Остается стабильное. Проходят необходимые диагностические дополнительные мероприятия. На данный момент пока оперативное вмешательство не нуждается. Но все может измениться в любое время. Нижнекамец в реанимации под присмотром врачей. Этот несчастный случай еще раз подтвердил. На улице Индустриальная зебра необходима. Департамент единого заказчика рассказал нам, что пешеходный переход будет и уже в этом году. Правда, его оборудуют не здесь, чуть подальше, около рынка автозапчастей. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, новости НТР. Вот об этой проблеме нас попросили рассказать телезрители. Если у вас тоже есть интересная тема или важная информация, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством сайта его адрес ntr.defis24.ru или через мессенджер ватсап. Его номер 8 917 9373 077. С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Для обычного потребителя на первых порах как будто ничего не изменится. Не нужно бежать в страховую компанию, менять полис. Перемены коснулись самой системы предоставления медицинской помощи. Об этом и не только расскажет наш корреспондент Наталья Лушникова. Доброе утро, моя красота. Доброе утро. Венера, мы от вас получили смс, мы должны пройти диспансеризацию. Как это делается? Очень хорошо, сейчас объясню. Напомнить о прохождении диспансеризации, проконсультировать, как получить разные виды лечения, помочь записаться к узким специалистам, разрулить конфликты с медучреждениями и даже вести контроль за плановой госпитализацией. Теперь эти услуги – обязанность медицинской страховой компании. По новым правилам, страховщик не только контролирует оплату медпомощи, но и берет пациента, что называется, под крыло. Нижнекамцы столь тесное сотрудничество одобряют. Людям помогать будут, как бы все равно, то, что и очереди, наверное, не будут, таких в этих больницах, какие сейчас в данное время. Некоторые же не могут даже записаться на прием или анализы, или что-то. Я думаю, что это хорошо даже очень будет. Это плюс, потому что, ну, может, кто-то об этом не осведомлен, и поэтому, наоборот, как бы напоминание человеку, что есть такая возможность. Только положительно. Смысл перемен – усилить профилактику заболеваний, оценить общий уровень здоровья населения. Инструмент – диспансеризация. И если раньше ее проходили раз в три года, то теперь такой график останется только для населения с 18 до 39 лет. От 40 и старше этот медосмотр станет ежегодным. Особое внимание приковано к выявлению онкологии. Дополнительно включены обследования на выявление, ранее выявление онкологических заболеваний. Сегодня не все знают, в какой поликлинике, в каком объеме они должны пройти. То есть мы в этом помогаем населению. Информирование подразумевает в себя СМС-оповещение, звонки, письма, информационные листовки с как раз напоминанием о прохождении диспансеризации. И еще один важный момент. Клиент имеет право один раз в течение года сменить свою страховую компанию. В Нижнекамске их три – это Акбарсмед, Спасение и Чулпанмед. При этом замена полиса не требуется, на нем всего лишь поставят соответствующую отметку. К тому же нет проблем и с заменой полиса. Это можно сделать в МФЦ, на портале Госуслуг или в офисах страховой компании. Наталья Лошникова, Рафаир Акипов, Новости НТР. Большая премьера. Накануне в Доме народного творчества состоялся театральный мюзикл с участием воспитанников детского дома и детских творческих коллективов города. Все собранные денежные средства от показа спектакля будут направлены на нужды дома малютки. Мама и папа с детьми спешат на представление. Премьерный показ спектакля-мюзикла «Мечтай» стал настоящей сенсацией. На большой сцене выступят воспитанники детского дома и дети-артисты. Главная роль досталась Альмире Фаскеевой – финалистке конкурса «Мини-мисс» Республики Татарстан-2019. Я играю девочку Алису. Да, мне было грустно играть сначала эту роль, но потом я просто вникла. Мне нравилось общаться со всеми. Мне это нравится. Героиня Альмиры – девочка из детского дома. Она мечтает, чтобы однажды за ней пришла мама и забрала домой. А о чем ты мечтаешь? Я мечтаю еще раз увидеть свою маму хотя бы во сне. Сегодня мне приснился сон. Она в синем платье, собранными в красивую прическу волосами, подошла и поцеловала меня в щеку. Сюжет мюзикла до боли знаком каждому ребенку, который оказался в детском доме. По сути, они играют самих себя. Однако здесь никто не грустил. Воспитанникам учреждения понравился процесс репетиций и само выступление. Мы играем детей из детского дома. Главные персонажи. Мы танцуем, поем песни. Мне это очень нравится. Я давно хотела в городе на большой сцене выступить. Не первый год я выступаю с четвертого класса на сцене. Но на такой большой сцене перед такой большой публикой – это первый раз. Вместе с детьми из детского дома на сцене выступали творческие коллективы. Все вырученные средства от благотворительного спектакля будут позже направлены на нужды дома малютки. Данный проект является социально благотворительным. И сегодня уже можно раскрыть тему нашего спектакля, нашего представления. Очень добрая история о том, как сбываются мечты. История девочки, которая живет в детском доме, в которой есть заветная мечта. И в конце нашего сюжета ее мечта обязательно сбудется. В концовке спектакля главная героиня Алиса все-таки дождалась чуда. Из детского дома ее забрали добрые люди, которые увидели девочку на прогулке и решили удочерить. Снизу соль, мама, за руку возьмет. И с собой всегда отсюда уведет. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Ученики 2-й гимназии выбирали подарки к огню защиты детей, но не для себя, а для своих сверстников с ограниченными возможностями здоровья. Делают они это не в первый раз. Подробности в сюжете далее. Ученики 5-го класса 2-й гимназии, несмотря на каникулы, снова вместе. Повод встретиться более чем важный. Они пришли в гости в ассоциацию родителей и опекунов детей-инвалидов. Футбольные мячи, куклы, игрушки, канцелярские принадлежности. Деньги на подарки дали родители школьников. А вот дети сами выбирали, что дарить. И отнеслись к этому по-особенному, с душой. Родители и дети очень поддержали. И все сразу согласились, начали приносить все необходимые, то, что они посчитали необходимые, игрушки, канцтовары. Те, кому были адресованы подарки, рады вниманию и благодарны. Довольны очень. Спасибо большое ребятишкам, что пришли, принесли для школы и игрушки. Давай ты говори. Спасибо большое. Амира Зинатова приходит сюда с подарками не первый раз. Знает детишек по именам, а они всегда ее ждут. Именно она подключила к акции своих одноклассников. Девочка помимо подарков всегда находит для особенных детей нужные и добрые слова. Я желаю им счастья, здоровья. Хочу, чтобы все их желания исполнялись, чтобы близкие были рядом. Нижнекамск занимает третью позицию по олимпиадному движению в нашей республике после Казани и Набережных Челнов. За этот учебный год 129 нижнекамских школьников отличились на республиканском уровне. 12 побед было на всероссийском и одна на международном. Сегодня лучшие умы собрали вместе. Аня Макарова и ее подруги, учащиеся хоровой школы «Мечтая», сегодня и награды получили, а также спели. За плечами талантливых девочек много побед. Мы победители международных, республиканских, всероссийских конкурсов. Мы очень любим петь и выступать, а особенно занимать очень почетные места. В нашей копилке есть даже гран-при и очень много первых мест. Чествование олимпиадников прошло на базе кадетского корпуса. Организаторами являются управление, образование, центр одаренных детей при поддержке главы города и района. Всего наградили больше 200 человек. Это учащиеся и педагоги. Невозможно достичь вот таких результатов без огромного кропотливого труда всех вас, ребята, ваших педагогов и, конечно же, ваших родителей. Было пять блоков награждения. В первом блоке мы награждали победителей призеров Всероссийской Олимпиады. Во втором блоке – регион, те, кто выиграли на регионе. Третий блок у нас были национальные олимпиады. Четвертый блок – это доп. образование и коррекционные учреждения. И пятый блок – это те, кто выиграли республику. Вместе с дипломом ребятам выдали и свидетельства, позволяющие им получить денежное вознаграждение от полутора до семи тысяч. В зависимости от уровня олимпиады. Все те, кто стал победителем или призером Всероссийских Олимпиад, освобождаются от двух экзаменов ЕГЭ. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. Их было полторы тысячи. Десять из Нижнекамского педагогического колледжа. Команда волонтеров «Поколение Z» получила уникальную возможность поработать на площадках международного выставочного комплекса «Казань-Экспо» во время национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Целую неделю студентки колледжа помогали участникам и гостям чемпионата ориентироваться на «Казань-Арене», площадь которого, к слову, 58 гектаров. Без проблем находить нужную из 56 соревновательных площадок транспорт, аккредитация, экипировка, организация питания на каждом этапе помогали и сопровождали волонтеров. Девчата приобрели огромный опыт, начиная от умения действовать быстро, заканчивая общением с иностранцами. Я попрактиковала язык английский, то есть там иностранных гостей было не очень много, но они участвовали не в конкурсе. Так как мы были волонтеры транспорта, мы встречали гостей, провожали их там, где аккредитацию получать и так далее. На парковке стояли, направляли автобусы, машины. Да, то есть махали людям, которые сидят в автобусе, создавали настроение. Каждый внес свой вклад в создание чемпионата, и каждый видел этот чемпионат изнутри. И на самом деле очень неповторимые эмоции мы получили и неповторимый опыт на этом чемпионате, который, я думаю, нам пригодится в жизни и в будущем, и не только в волонтерской деятельности, но также в деятельности педагогов. Совсем скоро нижнекамцы отметят один из любимых праздников Сабантуй, но некоторые уже начали его проводить у себя во дворах. Так накануне Сабантуй провели учащиеся 29-й школы и жители микрорайона. Прямо на спортивной площадке школы отспались десятки местных жителей. Дети и взрослые подготовили танцевальные и вокальные номера. Здесь работали игровые пятачки, проходили соревнования по борьбе. Сабантуй 29-я школа проводит каждый год. Своеобразный праздник двора символизирует окончание учебного года у школьников и начало долгих летних каникул. Кстати, городской Сабантуй в этом году горожане отметят 16 июня на Майдане. Возлежащая гимназия вторая помогла нам своими концертными номерами. Свои дети-участники, жители микрорайона есть у нас, талантливые жители. Ну и вот такой праздник у нас получается. Я успела в мешках побегать, перетянуть канаты. Каждый год у нас устраивается Сабантуй и тут очень весело. Я очень люблю, когда нужно разбивать горшок, потому что там очень весело, там нужно быть сосредоточенным, внимательным и мне это очень нравится. Ну а далее вас ждет спортивный обзор от Кирилла Давкаева и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством сайта и его адрес ntrdefis24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 9373 077. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Четвертая победа в дерби, как нефтехимика дарил челнинский КАМАЗ. Камско-Полянская спортсменка вошла в состав сборной России. Об этом не только, сразу после рекламы. Триумф НК. Жилье 6%. В любом городе России. 30, 80, 90. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Начнем с футбола. Татарстанское дерби заполнило стадион «Нефтехимик» практически под завязку. Посмотреть на игру чемпионов в принципиальном противостоянии собралось около 2000 болельщиков. «Нефтехимик» в упорнейшем матче одолел сопротивление набережной челнинского КАМАЗа. О том, как это было, смотрите далее. Завоевав чемпионство, играть в полсилу нижнекамцы даже не думали. На свидательном артере гостей наши начали с самых первых минут. Здесь же попытались создать первый момент, но завершающий удар Хубаева оказался неточным. Добрый десяток моментов получил создать в дружине Юрия Ткульбаева к середине первого тайма. КАМАЗ ответил о денежной, впрочем, также не самым опасным образом. В целом, игра смотрелась на равных. Если «Нефтехимик» старался распечатать ворота соперника с игры, то КАМАЗу в большей степени такую возможность представляли вбрасывании с аута и угловых. Чуть чаще стал атаковать КАМАЗу в второй половине игрового отрезка. Причем большую часть атак челнинцы проводили по флангу. Защита нижнекамцев не подвела, да и Андрей Голубев на последнем рубеже действовал уверенно. Остатка игрокового времени перед перерывом Нефтехимик провел в атаке. В шаге от забитого мяча после штрафного снова оказался Хубаев. От гола КАМАЗ спасла перекладина. Ключевые события матча развернулись во втором тайме. Нефтехимик плотно засел в зоне КАМАЗа. Последовала череда угловых. После одного из розыгрышей на острее атаки оказался вышедший на замену Мираби Уридия. Но этого нефтехимику оказалось мало. Не прошло и двух минут, как на 51-й гол красавец оформил Давид Хубаев, приняв мяч на фланге. Прессинг нижнекамская команда не сбавила. КАМАЗ попытался отыграться, но все тщетно преодолеть разрыв. Два пропущенных мяча у членовцев так и не получилось. Победа нефтехимика 2-0. Можно ребят поздравить. Они профессионально очень отнеслись к этому матчу. Собрано сыграли с полной самоотдачей. И заслуженно победили. Еще с большим количеством моментов. Но все, не забьешь. Поэтому достаточно тех пяти минут, когда мы забили два гола. В Риде хорошо попал. Ну и второй тоже, наверное, стоит отметить. Хубаева. Исполниться как мастерство футболиста. Наверное, не каждый так сможет исполнить. Все, наверное, матч, наверное, уже был. Не сказать, что уже 100% выигран. Но так как нефтехимик вообще не подпускал нас, а не давал создавать моменты, наверное, вот эти два гола и предупределили седьмой матч. Состав первой тройки ПФЛ определится в следующем туре. КамАЗ сыграет с Сызранью. А нефтехимик последнюю игру этого сезона ПФЛ приведет на выезде. В Ульяновске наша команда сыграет с местной Волгой. Новый сезон Нижнекамская команда начнет уже в первом дивизионе. Матчи футбольной национальной лиги стартуют уже 7 июля. О боксе расскажем. Воспитанница Камскополянской детско-юношеской спортивной школы успешно выступила на первенстве России среди юниорок. Всероссийские соревнования прошли в подмосковном Королёве. Наша спортсменка Светлана Романова провела 4 боя. Из них в первом бою, в первом раунде, одержала победу над спортсменкой из Якутии ввиду явного преимущества. Во втором раунде с явным преимуществом победила спортсменка из Ростовской области. В третьем поединке одержала победу над спортсменкой из Челябинска со счетом 5-0. В полуфинале провела равный бой и проиграла спортсменке Елене Брониной из Краснодара, которая в финале стала чемпионкой. Светлана Романова стала бронзовым призером и теперь включена в состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы. Романова тренируется в 5-й Дюсуша Камских полян под руководством тренера-преподавателя Руслана Герфанова. Сборная Нижнекамска привезла бронзовые медали и кубок с республиканской спартакиадом пенсионеров третий возраст, которая прошла в столице Татарстана. В команде Татарстана было 10 человек, некоторым из которых было уже за 70 лет. Легкая атлетика, плавание, настольный теннис, полевая стрельба, дартс, комбинирование эстафета, плавание. В эстафете нижнекамцы взяли второе место, а вот опытный атлет-марафонец Владимир Тарасов в личном зачете завоевал золото. Общая сумма результатов позволила сборной Нижнекамска подняться на третью ступень педестала почета. Всего в соревнованиях принимали участие 45 команд, это порядка 500 пенсионеров. В категории города сильнее Нижнекамска оказался только Альметьевск и Казань. Четвертую строчку заняли набережные Челны, пятую – Азнакаве. В Казани прошла торжественная церемония вручения премии в области боевых искусств «Золотой пояс». Своих кандидатов на вручение четвертой национальной премии в области боевых искусств выдвинула каждая официальная федерация, которой в Татарстане более 30. Премии вручали в семи номинациях – лучшему спортсмену и спортсменке, лучшему тренеру, руководителю, промоутеру, а также за верность традициям и журналисту года. В номинации «Лучший промоутер» премию вручили Нижнекамскому тренеру Ирику Фарахову. Национальная премия Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой пояс» является высшей наградой Татарстана в области боевых искусств и учреждена профессиональным сообществом меденоборцев Татарстана, филиалом Российского союза боевых искусств по Татарстану и Государственным органом Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. В завершении выпуска легкой атлетики на стадионе спортивно-зароительного комплекса «Дружба» проходит первенство Нижнекамск-Нефтехима. В турнире участвуют два десятка команд от заводов, управлений центров и дочерних предприятий компании. В первый день мужчины и женщины состязались в трех дисциплинах – в беге на 180 метров, а также в толкании ядра. Самое большое количество участников было на спринтерской дистанции 100 метров, как традиционно популярно среди любителей бега. По три десятка мужчин и женщин испытали свои силы среди толкателей снарядов. У женщин на беговых дистанциях победителями стали Ландыш Хабриева, Анна Тимошова, Чулпан Кашапова и Надежда Гатина. У мужчин на беговых дистанциях перенствовали Ирик Габдулхаков, Рашид Курбанов, Евгений Архипов и Сергей Ворожцов. Также сильнейших в обоих группах выявили и в толкании ядра. Так у женщин золото взяли Чулпан Кашапова и Лариса Вахрушева. У мужчин на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Антон Нестеров и Герман Жадовский. Сегодня второй соревновательный день, о его результатах расскажем в завтрашнем выпуске новостей спорта. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР. Прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта и его адрес ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – компания «Память». Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом – низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. 31 мая в Нижнегамске преимущественно солнечно, но возможен дождь. Температура воздуха плюс 26 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. В выходные тепло, но в субботу возможен дождь. Спонсор выпуска – компания «Память». Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом – низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. Компания «Память».